все нормально что у меня микрофон слышно меня все хорошо ну я думаю что имеет смысл начать минут помолчать может нас минуты молчания такой времена такие что имеет смысл прежде чем мы начнем минут помолчать ну вернемся нашу листу сейчас я его открою не открывается почему-то почему-то не получается поделиться экраном о чем речь шла речь шла до того места с которого мы начнем после прояснения разных вопросов связанных с какими-то предметами которые стоят меньше чем прута можно ли с помощью их осуществлять и души речь зашла в том числе вот таком молчание хочет женщину но сам букетик меньше чем прута внутри букетика на самом деле четыре динара ну и там возникает вопрос когда он после всего уже говорит так ты возьми там же есть еще четыре динара то надо было наверное с самого начала я тебе дать четыре динара чтобы осуществить полноценный полноценный кедушин если он во время того как дает и это говорит то нормально а если после этого то здесь возникает некое сомнение относительно того осуществлен кедушин или нет но когда это сомнение возникает нужно согласие женщины согласие она может вырасти она может конечно сказать да я все нормально или может сказать нет я не хочу ну и там как вы помните вопрос был относительно того а что же будет в случае когда она молчит ну и вот на этом мы собственно говоря я сейчас не буду возвращаться ко всем аспектом вот этой ситуации этого молчания и уяснения что же она значит это молчание с точки зрения юридической мы продолжим на следующую субью который собственно говоря эта тематика тоже возникает мы вот здесь находимся вот случай со мной женщины субь здесь переводчик переводчик пояс лента пояс что-то такое и она ему говорит так отдай он говорит ну хорошо я тебе отдам только будь мне посвящена будь мне жена она взяла у него и смолчала берет у него этот самый и молчит в кальтое выиштыка кальтое выиштыка рамаров нахман субь возникает вопрос ну и можно ли это считать адекватной процедурой кедушин ну вот у нас у нас рамаров нахман говорит так амаров нахман ехулали меймар ин шакли уйди дешакли она могла бы сказать ну смотри я взяла но я взяла свое поэтому ты что то это за таким образом не можешь меня ликадыш но она этого не сказала коль скоро она этого не сказала то тогда можно предполагать что она согласна видите что здесь получается что что вопрос относительно того является ли та вещь с помощью которой человек осуществляет этот самый кедушин легитимно добытой или нет она как бы откладывается в сторону то есть у нас вот в этом эпизоде резко отделяется сам процесс кедушин и то каким образом и то что ему предшествовало скажем так да то есть та вещь которая передается у нас говорилось о том что шаве прута не шаве прута да то есть стоимость самой вещи а теперь собственно говоря проясняется каким же образом эта вещь была добыта и вот это так сказать этот момент момент того каким образом человек получил эту вещь она как бы оказывается неважно да талмуд сосредотачивает свое внимание на согласии не согласии женщин я мог бы сказать ну как можно ли кедуши да когда это не его собственно говоря шнурок шнурок или там да это ленточка это не его как он может ею ли кедуши и вот этот момент остается как бы в стороне а вот ее молчание это то что привлекает как бы внимание талмуда и талмуд пытается определить что оно значит Рафнахман считает что все нормально да потому что она могла бы сказать ему возразить просто и сказать что слушай ты мою же вещь мне даешь еще хочешь меня ликадыш но раз она смолчала значит ее это устраивает ну и ставится трудность приводится на вот эти слова Рафнахмана и трудность такая китша бы гейзель бы хамаз до гнева о шехата в целом я даю китша на кудешит а здесь нужно нет я неправильно сказал про Рафнахман Рафнахман говорит что ну да нет все правильно сказал что раз она не сказала не ответила значит ему что ты мне даешь то что предлежит и так мне то она стала быть никуда шла а трудность которую ставят на Рафнахмана это барайта удивительная барайта где говорится следующее он ее посвятил с помощью чего-то что он украл или ограбил кого-то да или своровал то есть это три разных понятия которые все относятся в общем-то к воровству но разные типы воровства гэзель хамаз гнева это разные виды воровства но так или иначе это вещь которую он добыл нечестным путем или он может просто выхватил у нее из рук монету и посвящает ее с помощью этой самой монеты то есть это еще более жесткая ситуация там ленточку схватил здесь монету схватил здесь с еще большей яркостью подчеркивается то что тот предмет да или то с помощью чего он осуществляет кедушин как бы неважно каким образом добыт и во всех этих случаях нам говорят ну куда же это все нормально да то есть он таким образом может жениться это не значит что талмуд как бы в этой барайте хвалит вора грабителя и так далее просто говорит что воровство и так далее за это он будет наказан пойман и так далее но кедушин не осуществляется потому что для процедуры кедушин как бы получается неважно неважно вот это происхождение того предмета и даже неважно принадлежит ли ему этот предмет то есть он де-факто не принадлежит если он украл или если он выхватил нее из рук в каком смысле ее ограбил получается он ее ограбил и ее накадыш то есть в тот момент когда он это осуществляет этот акт его отношения с этой вещью нас как бы не интересуют ну и трудность собственно говорить состоит не в этом а трудность состоит в чем что значит раф нахман говорит о том что она смолчала и стало быть она мы кудэшит а то есть ломы кудэшит да потому что как бы могла бы ему сказать вот так то и так то а в барайте говорится что она мы кудэшит ну здесь видите комментарии с барейт и видим что поскольку он сказал что при помощи этой украденной вещи он посвящал а она молча приняла у него значит простила ему кражу и приняла вещь как кедушин мы же здесь не говорим что она могла бы сказать да я взяла но свое взяла и тем самым отвергнуть как бы самым кедушин то есть раф нахман раф нахман говорит что она говорит взяла оно свое взяла могла бы сказать им и коль скоро она могла бы это сказать то мы эти слова ей как бы приписываем когда получается что она не соглашается на кедушин хотя на самом деле понять это можно естественно по-разному да то есть я поэтому изначально так и понял что могла бы сказать В том смысле, что раз не сказала, то тогда все нормально. Но тогда не было бы противоречия между Равом Нахманом и вот этой самой Барайкой. Чтобы возникла противоречия, приходится сказать, что Рав Нахман считает, что вот эти слова «я взяла, но свое взяла» мы ей приписываем по умолчанию. А в Барайте говорится о том, что «пожалуйста, он ее Макадыш, выхватив у нее монету, и все нормально». Ну, решение этой проблемы такое. И это, собственно говоря, и есть ответ. Можно было бы сказать, решая это противоречие, что здесь на самом деле разные ситуации. Одна ситуация, когда он ее, как бы с ней уже имел предварительную договоренность, вот этот самый шедух. Вы помните, мы увидели этот самый шедух в предыдущих фрагментах Талмуда, где говорилось о том, что человек, который пытается, так сказать, посвятить себе женщину с помощью полового акта без шедуха, без предварительной договоренности, за это его наказывают ударами, палками и так далее. И появляется вот это самое понятие шедух как бы как предварительная договоренность. Ну, и тогда получается, что одна из этих ситуаций, где она макудышит, а именно в Барайте, да, это ситуация, когда предварительная договоренность была, а Раф Нахман говорит о ситуации, когда не было никакой предварительной договоренности. Так на рынке проходил, увидел, женщина продает какие-то ленточки, выхватил ленточку, она говорит, отдай, он говорит, да, ну, будь моей женой, и она молча у него забирает, но женой его не становится, потому что могла бы сказать, что это при моем не отдал, и, в общем, это не считается кедушин. То есть все вокруг вот этой процедуры и ее молчание, да, то есть так же, как в предыдущей семье, поэтому напомню про нее, нас интересовало, что означает ее молчание, так и здесь, в общем, калмут концентрируется именно на этом. Ну, и дальше Талмут говорит, то есть откуда мы знаем, что вот этот шедух меняет дело, и отличается от случая, когда этого шедуха не было, приводится другая барайта, летание. Учили другую барайту, где говорится так. Амарла кинси села зоо шаани хаявлики. Он ей говорит, давай, будь мне женой за монетку, которую я тебе должен. А дальше говорит, вы хазар, вы амарла, и ткатшилибо. А дальше он говорит ей, возьми эту монетку, которая тебе должна, а дальше он говорит, и будь посредством ее, мне посвящена. А дальше говорится примерно то, что мы уже читали в предыдущей студии. Дальше говорится так. То есть, если во время передачи денег он это все говорит, то все зависит от ее желания. Если она хочет, то мы куда же это не хочет, то есть, не посвящена. А после, если он ей сказал, вот он эту монетку ей дает, и сразу говорит, вот монетка, которая тебе должна, и давай быть моей женой. Тут все зависит от ее желания. Если он эту монетку ей вернул, говорит, вот твоя монетка. Она уже взяла эту монетку, и через некоторое время он говорит, ну и будь мне женой, вот эту монетку, которую я тебе дал. Это не работает вообще. Даже если она хочет быть его женой, то, собственно говоря, акт передачи уже произошел, и поэтому она, собственно говоря, даже при всем желании не может оказаться ему посвящена. Но интересует... Нет, сейчас я вернусь на предыдущий лист. Там у нас была история с Пикадоном. И с этим самым молчанием. Там было сказано так. Консилис Сэлазоба Пикадона. Та же самая формулировка. Возьми вот эту монетку в качестве залога. Помните, да, там речь шла про залог. Это на предыдущей странице. Да, говорится. Я сейчас читаю на предыдущей странице. И там говорится так. Ваамарла гиткачилибо. То есть вот тебе монетка, которую я тебе даю в залог, и давай будь мне женой за эту монету. Там сказано так. Бешат матанмаот мекудешит. То есть во время... Если он сказал это во время передачи этих денег, то на мекудешит там нет такого, что рацта, а лорацта просто. Мекудешит. Ля харматанмаот рацта мекудешит, лорацта и на мекудешит. А вот после того, как он ей дал там, уже возникает вопрос, хочет она или нет. В чем разница между ними? Видите, эти два случая, они очень похожи. И сам язык, который формулируется и тот, и другой случай, он просто практически идентичный. Но в случае с пикадоном, то есть с залогом, она мекудешит, безотносительно того, хочет, не хочет. А после передачи денег все зависит от ее желания. А в случае, когда она ей возвращает долг, здесь на уровне передачи монеты она или хочет, или не хочет, от этого все зависит. А после уже от нее ничего не зависит, и она не может быть посвящена. В чем разница? Разница в том, что когда он дает монетку в залог, то эта монетка его. И поэтому она как бы остается его. Она остается его, возможно, в ее владении, когда после передачи. А монетка, которую он ей должен, это совсем другая история. Потому что она принадлежит ей. И в тот момент, когда он ей передал, она стала совсем ее, в момент передачи. То есть между ними уже нет, собственно говоря, никакой процедуры. Поэтому после передачи эта монетка уже не действует. В отличие от пикадона, от залога, который как бы продолжает работать. Но вот это различие между этими двумя случаями сам Талмуд здесь не проясняет, но он сейчас нас отправит к этому случаю. То есть нам напомнят про него. Поэтому я его сейчас прочитал. Так вот, на самом деле, сама трудность еще не сформулирована. Формулировка трудности еще не закончена. Трудность в чем? Собственно говоря, трудность в том, что у нас было решение, решение проблемы, молчание женщины. Молчание женщины в случае ленточек Раф Нахман расценивал как отрицание. А в Барайте, где человек выхватывает у нее монету и с помощью этой монеты, украденной у нее, собственно говоря, пытается ее ликадыш, там она вроде бы макудышит. И там тоже молчание. И там и там молчание. В одном случае молчание – знак несогласия, в другом случае молчание – знак согласия. Нам решили эту проблему как? Решили эту проблему тем, что есть шедух, предварительная договоренность. В том случае, если есть шедух, то молчание – это знак согласия, а если шедуха нет, то молчание – это знак несогласия. Ну, все вроде бы как решили. Но теперь нам пытаются показать, что Раф Нахман не просто так, или, по крайней мере, та точка зрения, которая приписывается Раву Нахману, а именно наличие предварительной договоренности, то есть шедуха, она не просто так у него взялась, она взялась вот из этой самой барайты, которую мы сейчас прочитали. Мы еще не поняли, собственно говоря, как она взялась, потому что в этой барайте вроде бы ни про какой шедух речь не идет. Речь идет про то, что человек возвращает долг и пытается женщину каким-то образом посвятить себе за счет отдачи этого самого долга. Ну, хорошо, так вот теперь по поводу этой барайты говорится следующее. Да. Сейчас я найду, да, вот отсюда, вот здесь я читаю. Что значит захотела или не захотела? Да, еще раз, чтобы мы не потеряли нить. Вот он возвращает ей монету, говорит, вот я тебе должен 10 рублей и будешь мне накудешить. Ну, там села на самом деле, да, более крупная сумма. Вот я тебе возвращаю и давай ты мне будешь посвящена. Нам сказали, что если она хочет, то может быть посвящена, потому что есть вот этот самый акт передачи. Не хочет, нет, да, то есть все зависит от ее согласия. И вот теперь там вот спрашивает, а как же, что является индикацией ее согласия или не согласия? То есть если мы истолкуем вот это ее согласие и несогласие, как просто слова, которые она сказала, да, то есть я мог бы сказать, ну, что значит, понятно, что значит, хочет, не хочет. То есть хочет, она говорит, да, я буду твоей женой. Ну, не хочет сказать, нет, я не буду твоей женой. Ну, нормально. А что, если она смолчала? Если она смолчала, значит, она посвящена или она не посвящена? То есть молчание вроде бы как не учитывается, да, то есть здесь сказано, захотела или не захотела. Включает ли вот это ее захотела или не захотела? Молчание. То есть ее молчание будет знаком того, что она согласилась или знаком того, что она не согласилась? Это, собственно говоря, вопрос, который подспудно задает Талмутка этой самой Барайки. Имеется в виду как раз вот в той, сейчас я переведу сначала, да, то есть можно было бы учить это следующим образом. То есть в Барайте надо было бы учить просто, что она посвящена, не делая различия между хотела и не хотела. Если бы ее молчание не означало согласие. И это подобно тому, как в том случае, в том случае с Барайкой, вот про которую я прочитал, да, с этим залогом. Потому что там, когда он передает, там просто сказано, да, что она посвящена. А уже после передачи, там возникает вопрос, хотела она, не хотела. И там тоже, собственно говоря, вот это хотела или не хотела проясняется, в каком виде, да, она выражает свое согласие или несогласие. И что означает, собственно говоря, молчание. Так вот здесь есть попытка сказать, что если бы молчание являлось знаком несогласия, то тогда, собственно говоря, нужно было бы сказать просто некудешит, поскольку, то есть посвящена. Но поскольку сказано захотела и не захотела, то на самом деле согласие включает в себя ее молчание. То есть молчание оказывается знаком согласия. Эла, рацта де амраин, ло рацта де иштыко. Нет, можно сказать и наоборот. Можно было бы сказать, что если она хотела, то сказала да, заявила, что да, я хочу, а не захотела. Это может быть как раз в случае, когда она промолчала. И, собственно говоря, барайта, когда говорит, что она не посвящена, если не хотела, по сути, говорит нам о вот этом самом ее несогласии. То есть Палмут нас раскачивает в разные стороны. Говорит о том, что ее молчание я могу, мог бы истолковать как знак согласия. Но если я ее молчание истолковываю как знак согласия, то, может быть, следовало бы написать просто, что она посвящена. Значит, тогда приходится сказать, что молчание является знаком несогласия. И поэтому, собственно говоря, в отличие от залога, здесь формулировка такая. Захотела, да, не захотела, нет, не захотела, включает в себя молчание. Ну, хорошо, да, то есть, в смысле, ничего хорошего нет. Потому что мы, как всегда, оказываемся в растерянности относительно того, зачем, зачем, да, такого рода рассуждения. Почему, собственно говоря, Талмуд так бьется вокруг вот этого, казалось бы, не столь важного элемента самого процесса кедушин, как молчание женщины в ответ на то, что ее, значит, мужчина Микадыш. Почему их так волнует этот самый момент молчания? В конце концов, можно было бы просто издать закон, что женщина должна что-то ответить или да, или нет, а не молчать. Вместо того, чтобы выяснять, что означает ее молчание. Вплоть, как мы видели, до того, что вот эти самые вещи, которые передаются ей, у нас теперь до крайности обострена ситуация, он передает ей вещь, которую украл. Иногда даже украл у нее, даже если он украл у нее. Все равно интересует Талмуд не эта, не украденная, не та вещь, с помощью которой он ее посвящает, а именно вот это самое ее молчание. Ну, в том числе, вот этот мотив украденной, у кого-то взятой вещи, он на метафорическом уровне, я думаю, если мы задумались на этом плане, мы все время задумываемся над этим, да, то вам достаточно понять. Ну, например, если представить себе, что народ Израиля становится женой Бога, когда Бог обещает землю, роду Израиля. А у кого он эту землю отбирает? Эту землю отбирает у других народов. То есть он на самом деле в каком-то смысле, на таком, да, определенном, он забирает. Можно сказать, что это было его, конечно, да, но с определенной точки зрения это выглядит именно таким образом. Молчание в этом случае, да, молчание оказывается чем? Молчание оказывается в том числе вот этим самым откликом. Когда Бог говорит, что землю там и так далее я тебе дам, мы в Писании не всегда слышим, там, Рама или Цхака или Якова, они говорят, да, да, хорошо, хорошо, ладно, если дашь землю, то все будет окей. У Яков, например, так говорит, да, с Авраамом неоднозначно, что он так говорит. Но дальше, более того, эту землю Бог может, у нас получилось немножко актуальная ситуация, эту землю Бог может отнять, а потом снова отдать. Мы говорили о том, что на самом деле вот этот кедушин, то есть посвящение народу Израилю Богу, оно не выглядит в Талмуде, если мы метафорически читаем вот эти вещи, как относящиеся именно к этому. Это не то, что является раз и навсегда данным. Оно в определенном смысле раз и навсегда дано, но с другой стороны все время возобновляется. Я говорил уже там про смерть, такую как бы метафорическую, то есть смену образа Бога и смену образа народа Израиля в том числе. То есть в каком-то смысле народ Израиля вроде бы вечная же нас, а с другой стороны нет, как говорят нам пророки. Вот я верну тебя там, как во времена юности. То есть это ситуация, где есть вроде бы кедушин, и вроде бы брак, потом вроде бы развод, а потом снова брак и так далее. И в принципе это может происходить в сакральной истории, на протяжении сакральной истории может происходить, по-видимому, многократно. И тогда, собственно говоря, если считать землю аналогом вот этого самого предмета, который передается, то на протяжении истории это может оказаться предметом, который выхвачен у самой этой женщины. То есть вот он выхватил, а теперь говорит, давай снова ты будешь моей женой. Как я уже сказал, звучит неожиданно актуально, хотя мы не думали про это, про прочитать в строкатике души, но возможно именно об этом идет речь. И молчание в этом смысле оказывается очень важным, потому что отклик, например, на уровне этой метафоры, он не всегда однозначен. То есть не всегда однозначен отклик народа Израиля. Народ Израиля говорит да или народ Израиля говорит нет сегодня, например. Разные голоса, так сказать. Если народ Израиля кто-то говорит да, кто-то говорит нет, но внятного, так сказать, ответа всего народа Израиля в этом отношении как бы нет. Вот Илья спрашивает у меня и к нашей ситуации, и к метафорической вопрос. Девушка, народ Израиля, мы в нашей ежедневной жизни вообще всегда ли знаем, что наше молчание что-то означает? Девушка, как правило, не знает, она молчит, потому что молчит, а не потому что хочет этим что-то сказать. А мы молчим сознательно. Здесь дело не в этом, Илья. Здесь дело не в психологии дела. То есть вот это рассуждение, оно носит не психологический характер, а характер скорее юридический. То есть мы не пытаемся проникнуть в мысли этой девушки. То есть мы не пытаемся проникнуть, что же она имела в виду и так далее. Хотя Рафнахман вроде бы ей приписывает какие-то слова, например, и так далее. А мы говорим, каким будет закон в этом случае. То есть фактичность закона, которая рассматривается помимо психологического проникновения в настроение того или иного субъекта. То есть неважно даже, что она думала. Может, она думала это, может, она думала что-то другое. То есть даже вплоть до того, я бы сказал, что если бы у нас был прибор, читающий ее мысли, то и в этом случае мы могли бы рассматривать молчание, независимо от этого прибора. Прибор показывает, предположим, да-да-да, она хочет. Я говорю, нет, это меня не интересует. Меня интересует, как бы, что должно в каком-то идеальном случае означать это самое молчание. Будет ли это молчание знаком согласия или знаком несогласия. Я хочу решить абстрактно, независимо от этой конкретной девушки. Потому что тогда у меня получится некое правило, которое уже не будет зависеть от того или иного субъекта. Да, Илья хочет сказать, что... Да, да, я это прекрасно понимаю. Но тогда, если к народу Израиля, то какая разница молчим мы по какой причине. Потому что все равно будет трактовано так, как должно быть трактовано. Поэтому то ли мы промолчали, кто уж не слышали, или то ли мы не поняли, что-то хотели сказать. Это не имеет значения, потому что Господь обращается к народу Израиля и будет так, как должно быть в случае молчания. Нет, нет, не совсем так. То есть тогда получается что? Получается, что мы квалифицируем в случае молчания. Невнятный ответ народа Израиля. Отменяет кедушин или нет? То есть кедушин состоялись, что мы в браке сейчас, мы в разводе, грубо говоря. Вот сейчас мы в разводе или в браке? Если вот земля была дана. То есть я сейчас неожиданно говорю, нас как бы... Вот же земля была отнята. Отнята у кого? Народа Израиля. Потом она была дана, когда был... Вот 48-й год. Предположим, что это Бог дает народу Израиля, значит, эту землю. Народ Израиля Богу отвечает? Ну, непонятно. Молчит как бы. То есть невнятно. Возникает вопрос. А это означает, что ситуация... Ситуация, это ситуация брака или нет? Или брак, вот этот новый, да? То есть обновленный брак не состоялся? Или состоялся? Или это молчание или невнятный ответ? Я говорю, молчание, знак согласия. Или я говорю, нет, молчание, знак не согласия. Ну, то есть мы пытаемся в случае с метафорой понять, это вообще... Что это за ответ был там? Ну, в том-то и дело, не что за ответ был, а по закону, как бы, да, по такому глобальному закону, по глобальному закону это ситуация, ситуация брака или это ситуация отсутствия такового. Ну, это как бы рассуждение такое, да, то есть мы, конечно, можем рассуждать как угодно и квалифицировать как мы или мудрецы Талмуда, да, то есть как они понимают, как они понимают свою ситуацию, их ситуация, вот они находятся в Вавилоне, да, там ситуация несколько иная, но они могут думать о том, что вот нам вернут эту землю и мы в едином порыве скажем, да, окей, мы будем твоей женой. Или нет, мы промолчим. Промолчим просто потому, что нет единого голоса, нет единого ответа, и это будет квалифицироваться как молчание. Будет ли это в таком случае продолжением сакральной истории по пути, так сказать, существования в браке или по пути существования в ситуации, ну, условно, конечно, некого развода. То есть если, я же говорю, что с одной стороны народ Израиля все время ощущает себя женой, навсегда жена, но пророки нам пишут, что это не так, то есть не всегда. То есть в каком-то смысле всегдашняя жена, но с другой стороны каждый раз этот брак должен обновляться, то есть Бог может вернуть, то есть ситуация вот этого брака и развода. Она у нас появляется в самом начале, вы помните, да, вроде бы речь заходит про Кедушин, но Гет у нас появляется едва ли не на первых страницах, да, и сопоставление между Кедушин и Герушин или Гетом и разводным письмом и посвящением, она почти с самого начала трактата уже звучит. Если вот эти вещи мы понимаем как метафоры, то они означают осознание нами вот этой ситуации сакральной истории, да, то есть естественно, что это, ну что это дает? Ну не знаю, с какой-то стороны, предположим, да, спорили, спорили, решили, что мы сейчас находимся не в состоянии брака, а в состоянии развода. Ну, следствия этого какие? Следствия этого такие, что нужно принять какие-то усилия, чтобы сказать да, например, в определенной ситуации. Или если мы находимся в ситуации брака, то тогда у нас, предположим, да, у нас большая уверенность в том, что все пойдет как по маслу, да, мы победим, почему-то, потому что мы в браке, а если мы в разводе? Если мы в разводе, то нет уже уверенности в этом. То есть вот эти следствия, они являются следствиями восприятия путей сакральной истории. Естественно, что они сами по себе сакральную историю изменить как бы не могут, но рефлексия относительно этого насуществует. И получается, что эти разные этапы, разные ситуации, они проецируются, ну, как я и говорил, да, они проецируются на конкретных жизненных ситуациях. На вот ситуации просто, когда мужчина посвящает женщину, мы видим в миниатюре вот эту символику. Если мы не в ситуации, я пишу, если мы не в ситуации брака, то это сильное утверждение, которое стоит по вопросу о том, что история далее строилась преимущественно на консенсусе, что мы в браке. Я же еще раз говорю, да, что есть как бы две стороны этого брака, условно. С одной стороны, это вечная невеста, лучшая, первая и вечная. С другой стороны, всевозможные катаклизмы, которые происходили, они осмысляются, мы говорим, сами Талмуды, да, то есть это не то, что Бог сказал, это Талмуды или пророки, они воспринимают это как некий развод, да, в пророческой литературе у нас этого Палмуда. Где ты, оставленная там и так далее, давай я тебя возьму обратно. И вот эта смена, что ли, ситуация, это как бы развод на фоне вечного брака. Так можно было бы это сформулировать. То есть на фоне вот этого вечного брака, который в конце концов когда-то должен стать, так сказать, окончательным и бесповоротным, существуют вот эти ямы, так сказать, да, где мужчина меняется и женщина меняется. То есть народ Израиля меняет свой облик, и Бог меняет свой облик. И тот образ Бога, который народ Израиля воспроизводит, он разный. Хотя Бог один вроде бы, да, но он на самом деле, это разные мужчины в каком-то смысле. Это один мужчина, но на фоне одного мужчину у нас проявляются его разные лики. И точно так же с народом Израиля, да, то есть это вроде одна женщина, все та же самая невеста, но проявляющая разные лики. И вот ее молчание в данном случае оказывается на уровне вот этом символическом предметом рассмотрения, да, что же это, собственно говоря, означает. Могла бы сказать просто не хочу, но нет. То есть опять же, вот современная ситуация. Можно ли сказать, что народ Израиль сказал нет, нет, нельзя. Можно ли сказать, что он сказал да, тоже нет. То есть нет однозначного, да и нет, да, потому что нет единого голоса. Ну хорошо, это моя попытка, как всегда, да, немножко придать нам оптимизма в чтении этих текстов, потому что без как бы таких попыток возникает ощущение, что непонятно, о чем идет речь, и вообще непонятно, зачем это нужно, и почему так долго нужно мучиться над вопросом. Молчит она и молчит, и что это значит, да. Ну хорошо. Значит, где мы остановились? Ну вот здесь, да, примерно. Именно об этом учит Назбарайта, сообщая, что она не посвящена, даже если свои слова Аки Душин, он произнес во время вручения денег. Вот он произнес во время вручения денег, но денег, которые принадлежали ей. Да, и если она смолчала, то ее молчание оказывается знаком несогласия. Почему? Май-тамма. И приводится тот же самый смысл, который в самом начале сказал Раф-нахман. А именно. Ихулали меймар ин шакли в идите шакли. То есть она могла бы сказать, что ну хорошо ты дал, но дал мне мое. И само я сейчас, да, я совершенно не собирался, не знаю, так случайно получилось, не собирался актуализировать нашу судьбу, но в каком-то смысле можно рассматривать, конечно, такую ситуацию, которая вот сегодня происходит в Израиле с этой точки зрения, да, с вот этой точки зрения символики. именно как такую реакцию, да, то есть ты мне дал, эта земля принадлежит нам, ну и никакого посвящения тогда нет. Ты дал, но дал мне мое, это нам принадлежало всегда. То есть нет ощущения того, что это как бы обновленный брак. А есть ощущение того, что ну окей, это наше, было изначально. И тогда, собственно говоря, получается, что брак не состоялся со всеми вытекающими последствиями. То есть если это не состояние брака, то и требовать от мужа ничего нельзя. Его вмешательство, да, или обеспечение того, чем муж должен обеспечивать жену, тогда, значит, никаких обязательств у мужа по этому поводу нет. Что если мы могли бы сказать, так дал, дал то же самое, что у жены. В элакашья гарды китшабы гезель бекамасу до гнева, а уши хатав сэлами адавы китшам и кудэшют. Элалавш мамина гады шади, гады лошади. И в итоге приходят именно к этому выводу, да, то есть к которому до этого пришел Раф Нахман, что речь идет о разных ситуациях. Разные ситуации, а никакие. Ситуация, когда была предварительная договоренность, и ситуация, когда не было предварительной договоренности. Если была предварительная договоренность, то молчание – знак согласия, а если не было, то молчание – знак не согласия. Поэтому, соответственно, к нашей ситуации современной применительно это оптимистический вывод. То есть получается, что если народ Израиля не дал никакого четкого ответа, промолчал в каком смысле, то все равно брак состоялся. Брак состоялся. Потому что предварительная договоренность была. Потому что вот этот вечный мотив вечной невесты, вечной жены, с которой, правда, случаются без конца разводы и новые браки, это можно рассматривать как раз как предварительную договоренность. И тогда молчание является знаком согласия. И тогда как бы все окей. И тогда, значит, муж должен заботиться о жене и прочее. Вот здесь переводчик пишет «Раф-Нахман заканчивает доказательство». На самом деле это не «Раф-Нахман заканчивает доказательство», а «Талмуд за Рава-Нахмана», как бы рассуждая, там уже задал вопрос, откуда «Раф-Нахман» выводит вот это положение о разнице между предварительной договоренностью с тем же духом, наличием духа и его отсутствием. Вот эта вся судья длинная с мужчиной, который пытается женщину посвятить себе, давая ей то, что взял уже у нее, она приводит вроде бы вот именно к такому выводу, что есть разница между предварительной договоренностью и ее отсутствием. Ну, хорошо, значит, мы закончили вот эту судью, она, ну, я сказал, что то, что мы сейчас прочитали, тоже можно рассматривать как отдельную судью, но можно рассматривать ее в цепочке вот тех зарисовок, которые мы видели, да, с этим, с этой попыткой Ликадеш посвятить с помощью непонятно чего, вот ее молчание, да, то есть это продолжение вроде бы той же самой темы, где речь идет о с одной стороны о ценности да, вот этого самого предмета или с помощью которого осуществляется посвящение, да, или денег, а с другой стороны о реакции женщин, да, которая должна каким-то образом ответить на вот это самое предложение, да, этот ее ответ часто, как я видел, оказывается молчанин, да, ответ отсутствует, и поэтому прояснение этого молчания вот занимает талута. А дальше мы переходим к другой судье, которая вроде бы лежит совсем далеко от нашей темы, на первый взгляд, по крайней мере, ну, или это какая-то смена темы, да, потому что Гемара приводит три закона, которые переданы через Рава Аси, вы помните, я говорил вам тогда про вот это число три, оно, три рассказа обычно приводится, еще что-то, и вот здесь приводится три разных незакона даже, здесь, может быть, слово закон не очень хорошо, здесь используется слово шматта, это очень важное слово, шматта, это, ну, то, что услышано, вот это то, что услышано, это, по сути дела, ну, да, действительно, это в том числе закон, но это как бы некая традиция, да, и вот, как здесь говорится, кенах навши дыраф Аси, айлу рабанан ликтингу лишма атты, то есть собрать, они как бы собрались мудрецы, чтобы вот эти произнести то, что он передавал для того, чтобы оно было услышано, то есть в принципе традиция, это традиция, которая передается через вот этот самый медиум слуха, поэтому это важно, да, то есть здесь такой грубый перевод закон, он лишает нас вот этой коннотации, да, то есть раф Аси, он сам слышал что-то и давал услышать что-то другим, это и есть вот эта самая шматта, то есть это шма, которая проходит через поколение, оно может действительно быть в том числе и законом, но не обязательно, то есть это может быть и агодическая шматта, но как правило действительно относится, вот этот термин, он относится скорее вот после того, как он умер, значит, решили мудрецы собрать, как бы произнести его, то, что он хотел, чтобы было услышано. Амарлегу гагу мерабанан вэраби яков шмей гахи амараби ася амараби мани и шемше эны шаник нэн до поход миша вэпрута ках энкар ка ник нэн до поход миша вэпрута и значит, здесь говорится вот сказал один из этих мудрецов вот они все собрались один из них по имени раби яков говорит что раби ася говорил так со слов раби мани правда ну неважно все он сказал раби ася то есть передача он услышал и он хотел чтобы мы услышали подобно тому как женщина не приобретается при помощи чего-то что стоит меньше чем прута так и земля не приобретается посредством чего-то что меньше чем прута видите появляется земля я в самом начале вам говорил о том что мы все время когда говорим о метафорическом уровне мы почти все время говорим о взаимоотношении между богом народом Израиля но на самом деле эта метафора является не единственной потому что земля тоже воспринимается как женщина ее тоже можно приобрести и это тоже собственно говоря брак в каком-то смысле символизирует и приобретение земли ну и Тора тоже является образом женским который может быть приобретен и поэтому эти линии как бы мы прорабатываем в меньшей степени но в принципе когда мы говорим о метафорическом уровне то возможно не обязательно проецировать это на взаимоотношения бога и народа Израиля а может быть это проецируется как раз на взаимоотношения например народа Израиля и земли Израиля тогда народ Израиля является мужем а Израиля является женщиной которая приобретается но здесь мы видим как бы прямое сопоставление сопоставление ну и это мы на самом деле не только здесь видим а во многих талмудических текстах есть эту метафору не я придумал да эта метафора ну она опять же встречается и в библейском тексте но и в талмудической литературе тоже есть масса текстов которые говорят о земле как о женщине здесь этого нет здесь просто есть сопоставление да так же как женщина приобретается так и земля приобретается нет попытки сказать что земля это женщина и женщина это земля но само сопоставление на это намекает поскольку такая метафора в принципе существует то возможно, что здесь есть отсылка к этому также. То есть женщинами приобретается меньше, чем шива прута, и земля. Амрули, ну вот он это высказал, а ему говорят, мудрецы выгатания, вот научили же барайто, такую научили барайто, конин бихли, нет, сейчас, и Танья Гаги бихалифин. Вот учили в барайто, наоборот, афальпиш, эйны шаник, наверное, походу. Мишевы прута, карка, нет, нет, поход мишевы прута. То есть есть барайто, который говорит полностью противоположную вещь. Она говорит, что несмотря на то, что женщина не приобретается за нечто, что стоит меньше, чем прута, а земля как раз приобретается за меньше, чем шива прута. И тогда получается, что Раф Аси, который говорил о том, что земля, что женщина, в каком смысле, в плане приобретения или в плане, так сказать, перехода из одного владения в другое, не одинаковый. А есть барайто, который говорит, что нет, земля может быть приобретена за нечто, что меньше, чем прута. Амарли сказал им, отвечает кто? Тот самый Раби Яков. А я запнулся, потому что не понял, откуда здесь взялся Раби Яков. Видите, это добавляет переводчик Раби Якова. Потому что Раби Яков, собственно говоря, высказал тот закон, который возгласил когда-то на Раф Аси. И поэтому трудность, которую привели мудрецы, на нее должен ответить действительно Раби Яков. Раби Яков сказал им Амарли, и Тания Ай, вот эту барайто, которую вы сейчас привели, когда мы ее учили, Де Халифин, когда мы учили эту барайто, то Эдж шла про Халифин. Что такое Халифин? Халифин – это, как вот нам здесь правильно пишет переводчик, это вид покупки, когда продавец поднимает предмет, принадлежащий покупателю, и этим актом передает ему свой товар. То есть буквально Халифин – это обмен. И в принципе я могу поменяться. Есть процедуры соответствующие на этого Халифин. Вот я хочу поменять там, не знаю, корову на осло. И при этом, предположим, осел находится у моего товарища, я его когда-то видел, был у него в деревне, видел его осла, он пришел в мою деревню, он видел мою корову, говорит, смотри, отличная корова. Я говорю, да, и твой осел мне тоже понравился, давай поменяемся. Ну, давай, говорит, поменяемся. Ну, как можно поменяться? Осел же не здесь, осел там, а корова здесь. Вот для того, чтобы этот Халифин произошел, я должен совершить процедуру, он должен совершить процедуру, с помощью которой приобретается корова, а корову приобретают, то есть нужно тоже совершить акт, то есть немножко ее провести под узцы, просто так, вот он берет и проводит ее под узцы, и тогда эта корова как бы переходит в его владение, я ничего не могу плачуть. И в тот самый момент, когда он это делает, осел тоже становится моим. Почему это важно, почему я привожу этот пример именно с вот такого рода обменом, где этот обмен осуществляется как бы при отсутствии одного из сторон этого уравнения. потому что приобретение Земли, оно, в общем, скорее всего, именно так и происходит, да, то есть я говорю, что я тот-то и тот-то участок меняю на что-то, не знаю, на золотой чайник, который мне понравился, да, вот чайник в одном месте, а Земля в другом месте, они в каком-то смысле нельзя передать из рук в руки, то есть есть простой Халифин, Халифин когда... У меня урок, перезвань. То есть когда я меняюсь просто, у меня, например, перстень, а у тебя там цепочка, я говорю, на тебе цепочку, перстень, то есть тут все просто. А вот с Халифин, когда один из объектов находится, как бы его нельзя передать из рук в руки, то здесь важно что? Важно то, что достаточно одного объекта. И когда вот этот самый человек, который берет корову и проводит ее, и тем самым ее приобретает, осел, немедленно его осел становится моим. В этот же самый момент. И поэтому, если, например, возвращается этот самый в свою деревню с коровой, осел умер. А чей осел умер? Мой осел умер или его осел умер? Нам нужно засечь время. То есть в какой момент произошло приобретение коровы? Если осел умер до этого, то тогда это умер его осел, и он должен не разместить стоимость осла и так далее. А если он умер после того, как он корову провел, то это умер у мой осел. И тогда он мне ничего не должен. То есть вот эта процедура халифин, она как бы сложна. Ну, то же самое там с землей, предположим. Тоже что-то может произойти с землей. Упала, например, бомба. На чью землю упала бомба? Это ответственность за тот ущерб, который все это принесло. То есть я или он. Зависит от того, вот здесь поэтому говорится, когда продавец поднимает предмет, если этот предмет является как раз обменным, то в этот момент, собственно говоря, приобретается земля, когда он приобретает предмет, на который я эту самую землю меняю. Ну, хорошо, это все было про халифин. И что говорит Раби Яков? Раби Яков говорит, что когда сказали, что на самом деле земля приобретается за нечто, что стоит меньше, чем прута, имелась в виду вот эта процедура халифин. А именно, то есть мне там, не знаю, понравилась марка какая-нибудь, да, я коллекционер, и эту марку прям мне не хватает в коллекцию. Она стоит меньше, чем прута. Ну, я говорю, хорошо, давай вот твой садик за эту марку. Я говорю, ладно, хорошо. Я могу приобрести за вот эту марку, которая стоит меньше, чем прута, за счет обмена, не за счет денег, а за счет обмен. Я могу приобрести. И нам приводится еще одна пара, это где говорится дытания ку ним бихли ве афаль пише эм боша ве прута. То есть можно действительно с помощью халифин приобрести, то есть с помощью вот этого обмена можно приобрести за счет какого-то предмета, который стоит, ну, здесь переведено утварь, нормально переведено к ли, трудно перевести, сосуд или нечто, то есть это может быть и одежда, все что угодно, ну, утварь, которая даже меньше стоит, чем прута. И тем самым Робьяков говорит, а вот женщина это не работает. То есть получается, что с одной стороны мы могли бы услышать, что Робьяси в таком-то смысле приравнивает женщину и землю, говорит, не похоже. А вот мы привели другую Барайту, где говорится о том, что женщина и земля совсем не похожи. И, собственно говоря, эта непохожесть, она выражается, в частности, Робьяков подтверждает, что и Робьяси тоже согласен, что женщина не походит на землю. Почему? Потому что землю можно приобрести с помощью обмена какого-то, а с женщиной это как бы не работает. То есть я не могу сказать, давай поменяемся в том смысле, что ты будешь мне посвящена, а за это та самая марка или я не знаю что, которая у меня есть, она будет твоей. То есть если я передаю нечто, то есть деньги или документ, или осуществление этого акта, туда. А вот обмен такого рода невозможен. То есть процедура халифин, процедура обмена в случае женщины не работает, в случае земли работает, и такого рода процедура возможна, даже если предмет стоит меньше. И, собственно говоря, это высказывание Робья Аси, оно вроде бы как по делу и действительно вроде бы соответствует той теме, которую там вот разбирают. А дальше переходим к другим высказываниям Робья Аси, которые уже в меньшей степени имеют отношение к нашей теме. Гадар, Ятови, Викамри. Мы продолжили они сидеть и сказали Вот сказал Рафа Иуда со слов Шмойля, это не Рафа Аси, это дорогие революберы, Рафа Иуда со слов Шмойля, тот, кто не знает как следует гета и кедушин, то есть разводов и вот этих процедур развода и посвящения не должен этим заниматься. У нас уже была эта фраза, когда я говорил, что у нас гет почти сразу появляется, вот он опять появился, вот этот развод. Это высказывание Шмойля, Рафа Иуда со слов Шмойля это приводит. Амар Раби Аси, Амар Раби Йохан. А вот Раби Аси, то есть привели Барай, то есть высказывание Рафа Иуда со слов Шмойля и высказывание Раби Аси. Амар Раби Аси, Амар Раби Йохан. Выкашим Леулан Йотер Мидор Гамабуль. И эти ребята, он добавляет, вот эти ребята, которые занимаются процедурой Гетин и Кедушин, не зная этого досконально, они хуже, чем поколение потопа. Такое жесткое, да, это самое. Ну, поскольку мы с вами все время говорим про символику и так далее, то понятно, если речь идет просто про какие-то законы, почему так страшна ошибка как бы вот в этих законах, в законах брака и развода. Почему это хуже, чем вот это самое поколение потопа. То есть поколение потопа, это же и есть в каком смысле окончательный развод, глобальный такой вообще просто, если женой считать в принципе человечество, да, человечество как жена Всевышнего, вот он ее просто уничтожает и получается, что те, кто неправильно судят о браке и разводе, они хуже, чем поколение потопа, потому что по сути дела, да, они на уровне какой-то конкретной ситуации, судя неправильно конкретной ситуации, они в каком-то смысле ломают символику, да, то есть ломают символику и приводят, если это символика рассматривать ее как такую связь, да, между вот этим метафорическим уровнем, существенную связь между метафорическим уровнем и уровнем земным, что ли, то получается, что они таким образом все ломают. Ну и дальше нам приводится стих, который это подтверждает. Этот стих Шенеймар, да, аловы хихэш виратсоах веганов венаов парацу ведамим бадамим нагал. Приводится вот этот самый стих, мы его сейчас посмотрим, да, это пророчество Гоши, четвертая глава, второй стих, откройте вашим Танахи, электронные или неэлектронные, посмотрим. Сейчас я тоже. Спасибо. Спасибо. Гоши, четыре. Ну давайте мы всю главку посмотрим, да, слушайте слово Господне, сыны Израилевы, ибо спор Господа с жителями этой земли, потому что нет ни правды, ни милосердия, ни знания Бога в стране. Видите, вот мы порассуждали, да, вроде бы, о этом самом символическом уровне, можно было бы сказать, ну, Ури сочиняет, я действительно не отрицаю, да, Ури сочиняет все эти металлические смыслы и так далее. И вот мы открываем четвертую главу, и вроде бы об этом и речь. Ну как бы странно, да, то есть оно собственно там десятый стих, да, но контекст шире, и контекст как раз об этом, да, у Бога спор с жителями этой земли, потому что нет ни правды, ни милосердия, ни знания Бога в стране, нет знания Бога. Клянутся и отрекаются, и убивают, и крадут, и прелюбодействуют безгранично, и кровь одного убитого сливается с кровью другого. Это, собственно говоря, и есть этот самый наш, я сказал десятый, нет, второй, да, это и есть тот стих, который здесь цитируется, но как бы кто сказал, что это относится к ребятам, которые занимаются делами брака и развода, не вполне хорошо в этом разбираясь. Дальше говорится, поэтому опустошена будет страна это, и исчахнут все живущие на ней, что тоже можно рассматривать как бы с одной стороны как разрыв брака между народом Израиля или землей, или как разрыв брака между Богом и народом Израиля, то есть одно связано с другим, ну и так далее. Ну, дальше уничтожен народ мой из-за незнания, так как ты отверг знания, это отверг, я тебя и от священнослужения мне, ты как бы отвергнут, отвергнут от священнослужения, это что значит, то есть это же народ Израиля, это народ священников, отвергнут от священнослужения, это означает в каком-то смысле развестись, ты забыл Тору, забуду я самовей твоих, ну и так далее, то есть мы видим здесь как раз описание именно вот такого рода ситуации, ситуации развода, но клянутся и отрекаются, убивают и крадут, и прелюбодействуют безгранично, и кровь одного убитого сливается с кровью другого, это вроде бы сказано совершенно ясно, что не про тех, кто занимается разбором бракоразводных или браками и разводами, то есть вроде бы это совершенно другая история. у меня исчезла демонстрация экрана, да, ну, хорошо, вернемся, да, значит, как же этот стих подтверждает именно это, маймашма кедемитаргем ров Иосиф молдин баним миншей хаврейгун ховин аль ховин мосифин и в чем же смысл этого, вот этого стиха, что они, значит, совершают вот эти все грехи и нам приводится перевод, да, перевод на арамейский язык этого, как бы, или комментарий как бы к этому стиху, который приводит раб Иосиф. маймашма, видите, но как из стиха можно понять, что речь в нем идет также о нарушении запрета на замужнюю женщину, совершенную из-за тех, кто не знает досконально законов детов и души. Это комментарий Раши, то есть Раши говорит о чем? Раши говорит о том, что на самом деле почему вот эти ребята они хуже, чем поколение потопа. Они хуже, чем поколение потопа, потому что их неправильное суждение о браке и разводе, оно приводит к чему? Оно приводит к тому, что женщина, которая юридически замужняя, они ее как бы разводят, но неправильно, и она оказывается неразведенной, она выходит замуж до другого, и тогда получается, что они приводят вот к этому, к тому, что можно было бы назвать развратом, разврата здесь де-факто нет, просто неправильно было оформлено, неправильно был оформлен развод, или наоборот, они осуществили кедушин, закрепили, сказали, что да, здесь кедушин нормально, а кедушин ненормальный, она, например, была уже там замужней, и так далее, то, что мы видели, например, в предыдущих субъектах. Это приводит к чему? Это приводит к рождению незаконнорождения, то есть к мамзерам, мамзеры. И Раф-Йосиф как раз об этом говорит. Нарушили закон, пробили ограду, он опирается на перевод Йонатана Бен-Зиэля, в котором Раф-Йосиф отлично разбирался. Это наполнение как бы переводчика. Молдинба ниммин шейхов Рейгон Рожают детей от жен других детей. Это не все слова, которые были, которые звучали вот в этом тексте. В этом тексте слова у нас какие, давайте их еще раз я оглашу. То есть здесь сказано, что они клянутся и отрекаются и убивают, и крадут, и прелюбодействуют. И здесь есть слово безграничное. Слово безграничное упорцу. Порцу – это лефроц, это пробивать брешь. То есть компереводчик здесь решил, что прелюбодействует безгранично, потому что слово прецуд, оно действительно связано в том числе с уже, правда, по мудической литературе в большей степени, оно связано с беспорядочными половыми связями, скажем так. Поэтому здесь можно было бы перевести это как отдельное слово, отдельный глагол. Клянутся, отрекаются, убивают, крадут, прелюбодействуют, плюс еще пробивают брешь. Здесь вот в моем переводе из сифона это переведено не как глагол, а как дополнение к слову прелюбодействовать. Ну и дальше кровь одного сливается с кровью другого, и здесь это кровосмешение, можно, конечно, понять, это как кровосмешение, хотя по простому смысле речь идет о том, что течет кровь, они убивают, и вот это самое все эти грехи приводят к тем результатам, к которым приводят. Так вот, получается, что исходя из вот этого арамейского перевода, речь идет вот это слово парцу, то есть пробивает брешь, оно относится именно к рождению мамзеров, потому что рожают детей от жем своих товарищей, и это добавляет как бы один грех на другой. Ухтиф алькен теевальга арыц в умлаль колью швейба бехаята сады увы офа шамаем вегам тгэй гаян я асофу и поэтому сказано в продолжении собственно говоря вот этого главы этой главы то, что я уже читал поэтому опустошена будет страна это и исчезнут все живущие на ней вместе со дверями полевыми с птицами небесными и даже рыбы морские погибнут и вот этот момент что даже рыбы морские погибнут отсюда собственно говоря и извлекает раб аси со слов раб йох извлекает то что это хуже чем поколение потопа как же он это извлекает он говорит так во илуби дорам абуль лонник зирак зираль дагим шибаян сколько во время потопа по поводу рыб не было собственно говоря уничтожения шимар миколи шербе хурава мэту ну что там когда у нас речь идет о потопе говорится о том что умерли все те кто был на земле ну это очень известный играж его приводит то есть рыбы так сказать не грешившие не не погибли во время потопа все остальные погибли а здесь продолжение стиха из пророчества Гоши сказано что в том числе и рыбы поэтому получается что это хуже чем поколение потопа дальше там говорят может быть речь идет о том когда совершаются все эти грехи то есть там и клятва и то и все пятое-десято почему Рафаси решил или Рафьоханов решили сконцентрироваться именно на том что это судьи которые судят неправильно по поводу брака и развода может быть имеется ввиду все вместе написано что из-за этого в трауре будет земля можно тогда разделить сказать что все эти грехи отдельно и этот конкретный грех который Талмут квалифицирует как вот неправильное разбирательство в бракоразводных и наоборот брачных процессах но может быть нужно рассматривать отдельно этот грех и отдельно эти грехи непонятно как бы из-за какого греха собственно говоря говорится что земля будет в трауре и все погибнут михтифу фарацу разве написано и пробьют брешь фарацуктиф то есть написано пробьют брешь и поскольку нет вот этого союза то значит речь идет действительно про каждый в отдельности из этих грехов то получается что каждый не все вместе да то есть это не тогда земля будет опустошена когда все это вместе соберется земля будет опустошена из-за одного из этих грехов тогда получается что из-за этого тоже то есть из-за этого пробития брешь Это предсуд в данном случае, то есть с одной стороны это пробитие обреши, а с другой стороны, собственно говоря, такой узаконенный разврат, можно сказать. То есть хотя разврата здесь как такового вроде бы нет, но поскольку они неправильно определили замужняя женщина или разведенная, это приводит к тому, что жены оказываются в руках не своих мужей, а людей, незаконно ими обладающих. Ну, как вы видите, вот этот кусочек, который вроде бы не имел отношения прямого к тому разговору, который шел до этого молчания и так далее, но если мы говорим о метафорическом уровне, если я его не придумал, то этот кусочек, он играет существенную роль, он как раз, собственно говоря, это и проясняет. Он говорит о том, что вот это суждение, неправильное суждение о ситуации брака или развода – это хуже, чем потоп, потому что, в принципе, мы тогда оказываемся в какой-то такой глубокой яме сакральной истории, которая ассоциируется с потопом или даже хуже, да, то есть даже рыбы погибнут, да, рыбы – это, собственно говоря, не что иное, как символ плодородия, да, символ, в смысле, плодовитости, да. Мы недаром говорим, что откинуть симоним, который едят на роже шона, да, что пару у рабу кедагим, да, то есть чтобы мы размножились, располагались, как рыбы. Ну, хорошо, значит, мы пока остановимся. Третье еще, да, третье высказывание, которое будет приведено со слов Воробья Аси, мы прочитаем уже в следующий раз, в следующий четверг, если все будет в порядке, надеемся, что это будет именно так. Вопросы или мы заканчиваем? Ну, если есть вопросы, давайте. Если нет, то заканчиваем. Окей, добрый день. Маленький вопрос, если можно, коротко. Вот вы говорили молчит, не молчит и так далее, вот насчет приобретения тут как бы не вопрос, то есть, если отдаешь долг, разве это приобретение, то есть, ты пришел в магазин и отдал долг, то ты должен заплатить, чтобы что-то приобрести, то есть, как он может приобрести женщину за счет отдачи долга? Да, совершенно хороший вопрос. Я, мне казалось, что дал на него какой-то ответ, но хорошо, что вы застыли. Ну, я, может быть, не очень хорошо это отметил. То есть, я говорил о том, что получается, что в момент кедушин, вещь, с помощью которой осуществляется этот самый кедушин, мы как бы закрываем глаза, откуда она взялась у этого человека. То есть, мы сосредотачиваемся только на вот этом акте передачи. Не, ну, например, у нас есть закон о лулаве, да, то есть, я не могу поднять чужой лулаве, должен быть мой лулав, а в кедушин получается, что это не так, да, то есть, получается, что даже если это украденная вещь, там, не моя, да, выхваченная вот от нее и так далее, мы в каком-то смысле отделяем вопрос о происхождении этой вещи, принадлежит она мне или не принадлежит она мне, а сосредотачиваемся только на самом акте. Вот я говорю, на, а это вообще, это ее, например, или это вообще кого-то другого, да, и если в этот момент женщина соглашается, то кедушин работает. Это странно. Это я помню, да, это я помню, я только не могу… Это очень странная история, да. То есть, получается, что для того, чтобы это осуществить, я не обязан быть хозяином этой вещи. Вот что странно, да. Ну, это понятно, это я помню, но я не думал, что это касается отдачи долга. То же самое, получается. То же самое, да. Ну, а вот такой вот вопрос, если, допустим, я, так сказать, хочу купить женщину за, я не знаю, за что-то, что я беру бы с хирургом. Допустим, я снимаю комнату и говорю, вот эта комната твоя будет на месяц, а ты будешь мне женой. Это проходит или нет? Ну, с точки зрения того, что мы сегодня читали, проходит, да, то есть, как всегда, любой вопрос, который касается, как бы, а лохи, я на него не смогу ответить. Ну, понятно. Для того, чтобы на него ответить, да, то есть мы можем пойти к кодексам соответствующим, да, Мишны Тора или Шульхана Руха, посмотреть, как это работает, если иметь в виду конкретный закон. Но если говорить о логике вот этой нашей семьи, тогда, да, тогда, в общем, это неважно, то есть, неважно, какой статус эта вещь имеет, она моя, не моя, я банил ее, взял займы, выхватил из рук и так далее, украл, неважно, важно, что я ее передал, и это работает. Даже порция мороженого, она его съест и ничего не останется, все равно. Да, да, да. Ну, понятно, спасибо. Ну, хорошо, до следующего вторника. Да, счастливо, увидимся, дай Бог, и все будет хорошо. Возможно, да. До встречи, шалом. Да, суроту, вот, пока. Пока. , пока. Субтитры подогнал «Симон». Субтитры подогнал «Симон»!